Всех приветствую на канале Банковский в нашем обзоре ипотека на частный дом от ВТБ. Данный продукт позволяет взять в ипотеку красивый загородный дом где-нибудь в чистом месте, подальше от всех этих коронавирусных проблем. Ставка предлагается от 8%, но при условии, если вы накопите 60% стоимости этого жилья. Если первоначальный взнос будет меньше, то соответственно процентная ставка будет несколько выше. Первый взнос от 30%, срок до 30 лет и предварительное одобрение можно получить за 30 секунд. К слову сказать, предварительное одобрение ничего особо не значит. После проверки документов банк примет окончательное решение, и уже будет скорректирована и сумма, и ставки, поэтому сразу не обнадеживайте себя, ждите окончательного одобрения. Значит, есть тут такой как бы калькулятор, да, ипотечный, своеобразный. Опять же, я в нем не вижу особого смысла, хотя вот здесь достаточно много параметров таких, вот например, без подтверждения дохода, да, цифровой бонус, это скидка за оформление в личном кабинете, электронная регистрация и зарплатный клиент. То есть, все эти параметры, они учитываются при установлении процентной ставки. В принципе, можно даже материнский капитал использовать. Ну и как, собственно говоря, можно ипотеку эту оформить, то есть, заполняете заявку, уточняете условия, выбираете недвижимость, какая вам нужна. Кстати, можно дополнительно получить скидку, если вы оформляете недвижимость у партнеров банка ВТБ. Можно список их посмотреть вот здесь. И подписываете договор. В принципе, все достаточно просто. Какие документы нужны? Для граждан РФ паспорт, номер СНИЛС или ННН, если нет СНИЛС, трудовая книжка, то есть, заверенная копия или выписка и подтверждение дохода за последние 12 месяцев. Чаще всего, конечно, подтверждают справкой по форме 2 НДФЛ, но, возможно, и по форме банка, или копия декларации 3 НДФЛ со штампом налоговой или выписка по зарплатной карте, в том числе из интернет-банка. Ну, вот последний вариант, он недооценен. Вот выписка по зарплатной карте, он, мне кажется, самый простой в данном случае. Иностранные граждане тоже могут получить, да, такого рода кредит. Им нужен паспорт иностранный, документ, подтверждающий законность пребывания и занятости на территории РФ, трудовая книжка и подтверждение дохода за последние 12 месяцев. Тоже по указанным вариантам. Хотя, я не думаю, что во всех там странах есть справка формы 2 НДФЛ, может быть, там какие-то другие варианты, но всегда можно, соответственно, по форме банка справку заполнить и отдать. Для поручителей такой же пакет документов, как и для заемщика. Если супруг или супруга не работает, или если вашего дохода достаточно для получения ипотеки, трудовая книжка и подтверждение дохода супруга не требуется. Возможно, оформление ипотеки без подтверждения дохода, тогда понадобится только паспорт и СНИЛС, но на такой случай, конечно, во-первых, там ставка будет другой, и решение за 24 часа по программе победа над формальностями. То есть, там тоже отдельные платы требуют такого рода продукт, поэтому тут надо тысячу раз подумать, пользоваться им или нет. Не самый выгодный вариант, скажу вам сразу. И по условиям. Значит, то, что мы не сказали, вот до 20 миллионов сумма для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и до 10 миллионов для остальных регионов. Чтобы увеличить сумму кредита, привлекаете поручителей. Ну, это понятно, да, тогда доходы всех суммируются. Процентная ставка. Вот здесь более подробно. Ну, кстати, разброс не так уж и велик. Если вы 60% взнос делаете 8%, а при первом взносе от 30%, 9% будет ставка процентов. То есть, в принципе, нормально. 8,2% для зарплатных клиентов ВТБ, использующих сервис электронной регистрации и безопасных расчетов. И для зарплатных клиентов просто 8,5%. Тоже, в общем-то, вполне такая реальная ставка, нормальная. Тут, как бы, я не вижу здесь каких-то особых проблем. Ну, и по взносам здесь понятно. Вот от 20% банк принимает взнос, если вы используете материнский капитал. Вот это тоже нужно учесть. Страховка жилья обязательно, страховка жизни по желанию. Но если вы отказываетесь от страховки, тогда вам 1% банда автоматически накинет к утвержденной процентной ставке. Срок действия финального одобрения составляет 4 месяца. То есть, одобрение действует и на вторичное жилье, и на новостройки. То есть, выбирайте, что нравится. Требования к недвижимости, ну, на мой взгляд, достаточно жесткие, особенно для регионов. Построенный дом приобретается по договору купли-продажи. Жилой дом построен не ранее 1 января 2000 года. Площадь не менее 60 квадратных метров. Удаленность от ближайшего города, где есть банк ВТБ, не более 50 километров. Ограничения не действуют для Москвы, Московской области и коттеджных поселков, которые соответствуют условиям программы. Недвижимость может располагаться в любом регионе России, кроме вот этих вот исключений. Тут Норильск, Красноярский край, Магадан, Магаданская область и долга на Ненецкий район. Значит, цифровой бонус можно получить. Да, он составляет 0,3% от процентной ставки. Поэтому я не вижу проблемы заполнить в электронном виде заявку. Ну и использование электронных сервисов также поощряется. В целом, что можно сказать о данном продукте? На мой взгляд, это одно из лучших предложений на рынке. Во-первых, и ставка нормальная, и по взносам тоже корреляция нормальная, и по срокам. То есть, требования к заемщику достаточно лояльные. Но единственный здесь минус подводный камень, о котором, конечно же, не скажет ВТБ банк. Процент одобрения в ВТБ, конечно, он пониже, чем у других коммерческих банков. И он так существенно пониже. Поэтому, если вы зарплатный клиент, обратитесь, конечно же, в ВТБ. Попробуйте, если вам последует отказ, или вас сумма не устроит с процентной ставкой, тогда можете попробовать обратиться в другой банк. Очень велика вероятность, что, например, в том же Альфа-банке или Райфайзен-банке одобрения будет, и условия будут, возможно, даже чуть получше. Но это не точно, это все, опять же, зависит от индивидуального подхода. Поэтому он в ВТБ есть, и здесь предугадать, как к вам отнесется банк, конечно же, сложно. В описании к данному ролику вы можете найти ссылку на лучший финансовый продукт. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и всего вам хорошего.